Всем добро, Ренесут, с вами Элис Троус, мы вернулись в Грейне, и в Грейне Чептюльту у нас сегодня в одном ролике будет и первая, и, собственно, вторая часть. Мы сегодня занимаемся не прохождением, а смотрим рождественское, ну или новогоднее обновление. Собственно, мне высветилось в стиме, что вышло обновление, тут уже ведведь шапо появляется, посмотри, какая прелесть. Хочу сегодня посмотреть просто это обновление, заценить его. Прохождение у меня, пожалуйста, по плейлисту Грейни можете найти, я прошла на харде обе части, экстрим, по-моему, я так и не стала пробовать, потому что больно, сложно, и, ну, это скорее, знаете, просто элемент удачи. Вот повезет, не повезет, и поэтому я решила, что лучше мы просто сегодня заценим, посмотрим. Прохождение все готово, сделано, так что прошу вас заценить. Случайно врубила Найтмер Мод, кстати, на нем я тоже проходила, по-моему, на харде я проходила как раз-таки с Найтмер Модом. Так что, говорю, все прохождения есть, пожалуйста, а я сегодня буду искать всякие прекрасные игрушки, всякие шапочки, всякие прекрасные, замечательные, красивые вещи буду искать. Я не знаю, стоит ли мне заниматься прохождением в целом. Ну, давайте просто, давайте пойдем просто вниз, сразу на медведя посмотрим. Он не в шапочке. А что вы меня обманули? Медведь-то не в шапочке. А Грэй не в шапочке? Сейчас я подожду, пускай она подойдет, а то я буду расстроена. Где мой новогодний настроение? Где гирлянда по всему дому? Я считаю, надо было прямо в подвале такую, знаешь, гирлянточку сверху подвесить. Мне кажется, в Грэйне в первую он добавил вот это новогоднее обновление просто, чтобы было, потому что он добавляет режимы в одну и во вторую игру постоянно. Тут у нас еще есть пошелки есть. Грэйне, а можно побыстрее? Ты очень медленно ходишь. Надо было нормал, да, ставить? Тот момент, когда прошла вроде бы на харде, вроде бы уже ничего сложного-то и нету, практически там чуть ли не с первой попытки пробежала. И все равно, понимаешь, я боюсь, что уже все забыла. Как я проходила? Чего я делала? Смотри, у нее новогоднее шапо! Здорово! Ой, ты такая праздничная! А что гирлянды битву-то не обмотала, а? Ну, великолепная женщина, конечно, ничего не скажешь. Потрясающая. А где елка? Да-да, а где у тебя елка хранится? Эта информация меня больше всего интересует. Где елка? Я хочу найти ее, потому что это самый... Понимаешь, это гвоздь программы. Пока ничего не вижу, кроме новогодней шапочки, меня это расстраивает. А где моя обещанная елочка? Я что-то не понимаю. Ну вот на тебе. Спешлки. Надо, чтобы она сюда пришла. Спокойно на первый этаж выйду. Грэйне, конечно, очень медленно ходит. Так, она пускай здесь тусуется, а мы давайте посмотрим. Мне нужна елочка. Где мое новогоднее настроение? Быстро. Елочка! Боже мой, здесь есть елочка, друзья. Елочка потрясающая. Это то, чего я и хотела, друзья. Вот что я вам скажу. Я хотела елочку увидеть. А что на улице? Может, что-то на улице интересное? Ну-ка. Может, какая-нибудь... Не знаю, может, что-нибудь еще тут есть. Ну, пока ничего интересного-то я и не вижу. Никакой елочки, представляешь? А я-то рассчитывала. Ну, мы можем, конечно, сейчас с вами на третий еще сходить. А вдруг манекен украшен? Мы же не знаем, правильно? Надо всю карту обойти потихоньку. Единственное, я не помню, где, прикиньте, оружие достать. А что-то так все грустно. Все забыла. Надо спешлки взять и зайти к пауку. Может, там паук в шапочке? Вот это было бы, конечно, прикольно. Но я точно знаю, что во второй части украшений должно быть гораздо больше, там, как бы, больше персонажей в целом. Так, она выходит там на улицу как раз. Ага. Нас это не сильно волнует. Мы аккуратно забираем ключ. Идем смотреть. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Можно что-нибудь клевое? Надеюсь, нас не поймают, конечно. Я, правда, не сильно, как вы знаете, в этом уверена. Ну, я осторожненько, как бы, иду. Она, конечно, уже идет сюда, но это не имеет значения. И тут никаких украшений нет. Приколи. Нет, и все. О, я расстроена. Это было в первой части гораздо больше всего. Ну, елочка клевая, шапочка клевая. Ну, я-то ждала, ну. Я-то ждала там, ох. А там, а там, ох. Так, дверь сейчас откроется. Давайте последнее, к пауку зайдем. У паука должно быть все. По крайней мере, я на это надеюсь. Паук, ты тоже без шапо? Ты тоже без шапо? Эх, паук без шапки, представляешь? А я так рассчитывала. Я-то думала, ух, там будет веселуха. Мне нужно запечатлеть Грэнни рядом с елочкой. Ну, понимаешь, на новогоднее настроение, вот это все. Вот, 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 молодцом. Иди. Иди, иди. Вот, давай, кадр. Ты и елочка, давай. Ты и елочка. Елочка, и ты. Потрясающий кадр был. Да посмотри, она меня еще и в шапке огрела. Потрясающе. Что теперь, друзья? А теперь давайте смотреть вторую часть. У меня надежда на вторую часть немножечко побольше. Еще заставка, кстати, нового в этом обновлении появилась. Смотри, какая модная. Вшух, уезжает, заезжает. Видимо, девелопер сделал себе сокращение соуника. Теперь он называется ДВ. Вот, посмотри, вот они в шапочках. Ну, вот это я понимаю дело. Вот это хорошо. Что у нас? Я на экстриме последний раз сыграла. Мне это не надо. Мне надо, ну. Мне нужно Изы. Без Найтмер Мода. Все вместе здесь должны быть. И поехали. Так, ну должно быть побогаче, правильно? Там бабушка жила одна в своем доме, понимаешь? Поэтому елочка такая скромная была. Вот здесь должна быть, если она точно такая же, я буду в печали. Надеюсь, он постарался на Новый год. Понимаешь, всякие новогодние ивенты заставляют людей вернуться в игру. Поэтому надо сделать больше, чем ты даже можешь. Как я эту вторую часть проходила? Стук всего, я уже даже ничего не помню. Обалдеть. Сразу выходим наверх. Тут же, просто в ту же секунду вылетаем. Вау. Нет, ты урон... Идиот, блин. Он уронил елку. Ну это что, по-вашему? Нормально разве? Как так-то? Елку уронил. Ну придется умереть теперь. Твой дед, блин, не смотрит, куда идет. Взял и елку уронил. Я на нее посмотреть хотела. Взял и уронил ее. Ой, идиот, нет. Ну, ну, идиот. Дед, ходить-то надо осторожней. Глинтвейном припухивать-то заканчивай, а? Ну что это такое? Ходит, елки сносит. Боже, какая потрясающая елка. Я сейчас к ней спущусь. Подожди. Я к ней обязательно спущусь. Сейчас я спрячусь под кроватью. Делаем просто классику. Значит, у нас там Катя Эмпайрис. Нам что надо? Блин, вот это, конечно, вопрос интересный. А знаешь, что нам надо? Нам нужно ружье. И Катя Эмпайрис для чего? Для того, чтобы посмотреть. А муж сландарины в шапочке? Мне ужасно интересно. Надеюсь, что в шапочке. Вот, если он в шапо, то это хорошо. То это будет классно. Дед, я вижу. А, маленькая Кваказябрина тоже, наверное, в шапо. Правильно? Выкину пока сюда эти Катя Эмпайрис. Что мы делаем? Как нам попасть? Значит, нам надо... Нам нужно вырубить их. Правильно. Нужно в первую очередь оружие, чтобы взять ключ у деда. У деда берем ключ. Ну и, собственно... И был таков, как говорится. Так, давайте продолжать смотреть. Бабка, конечно, быстрая, но не быстрее, чем я. Хоп. Вот так. Теперь быстрый дед нужен. А потом елочку пойдем позыркаем. Ой, я не могу. Ой, красота! Ой, красота-то неземная вообще. Да, привет, дед. Здравствуй, здравствуй. Сейчас нам наверх надо. Блин, дед, ты такой модный. Я не могу вообще. Моднявый! И шапо у тебя модное. Не хватает еще бороды перекошенной. Будешь, как все среди статистические дедушки. Так, хватаем Катим Пайрс. Почему, спросишь ты? Ну, мне сюда надо, потому что эти Катим Пайрс. И оружие нужно. Так. Я очень хочу, чтобы муж Сландарины был с шапочкой. А то я обижусь прям, понимаешь? Прямо обижусь. Что здесь? Ничего полезного? Так. Так, давай проверять. Попали. Хорошо. Так, Катим Пайрс взяли. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Как думаете? Ставки? Мне кажется, нет. Мне кажется, не стал запариваться. Эх, расстраиваешь меня. Ну, почему? Ну, вот это действительно обидно. Давайте честно признаемся. Вот это действительно обидно. Я была уверена. А в итоге-то что? А в итоге ничего. Ну, ладно, давайте. Сейчас тогда что? Привлекаем. Отвлекаем. Привлекаем, отвлекаем. Идем смотреть. Идем наслаждаться елочкой. Потому что здесь она выглядит максимально эпично. Видели? Она просто такая сияет, блистает. А, нам еще к мелкому говняку надо сходить. Да-да-да-да-да. Еще бы панки бы найти. Но я не знаю, где он может находиться. Я уж тоже все забыла. Все, бабуля доела последний салат новогодний. Второго января. Я решила немножечко отдохнуть. О, дед. Я тебя тоже вижу. Пойдем. Пойдем, не стесняемся. Пойдемте смотреть. Как там этот маленький уродец-то поживает? Мне даже интересно стало. Вот я по наитию зачем-то все открываю. Зачем я все открываю? Мне это не надо. Так, ну давай посмотрим на мелкого уродца. Ой, и на елку, и на елку, и на уродца. На все надо посмотреть. Ну, эта елочка светится, по-моему. Нет, она прям по симпатии, а вишней выглядит. Ну-ка, посмотри. Нет, как тебе кажется? По-моему, красивая елка. Ой, елочка, конечно, топчик. Елочка, конечно, модная. Пойдем смотреть. Знамо на кого? На уродину. Пойдем посмотрим. О, ты тоже в шапочке. Страхолюдина ты. Ой, и посмотри, тоже в шапочке. И в подгуздиках кровавых. А так и было, да? А я забыла, это нормальная ситуация. Так, и тут что у нас лежит? А ничего, все что ли? Так обидно. А что еще? А что еще? Еще больше ничего не добавили? Я так ждала, так надеялась. О, блин, отстой. Я думала, как-то помасштабнее будет. Обновление, но в итоге, конечно, нет. Елка суперская. К елке вопросов у меня нет. Но то, что елку можно так легко уронить, учитывая, что дед постоянно под глинтвейном. Да, вот она упала. А она вернется обратно, как думаете? Так, ну тут все как обычно, представляешь? О, я так рассчитывала. Я так хотела. Ну, честно, мне так хотелось, чтобы... Чтобы у мужа Слендерины тоже была шапочка. Он что, не заслужил? Вот я не понимаю. Вот он что, не заслужил шапочку на Новый год? Как вам не стыдно? Да, елочка встала назад, наконец-то. Называется, почувствуй себя котом. Она сейчас таким хрустом падает. Звуковой спецэффект, понимаешь? Я считаю... Ой! Испугалась, блин, ты что делаешь-то? Я же тебя на превью хотела взять. Это взяла, все испортила. Почему не добавил гирлянт в дом? Знаешь, на первый этаж вот эти красивые гирляндочки. Было бы супер, наверное. Ну что ж, Лада, получила по лицу от всех красивых восхитительных существ в шапочках, что здесь были. Пишите, кстати, в какой игре... Мне вот знаете, что интересно? В какой игре вы бы хотели увидеть вот что-нибудь похожее на новогоднее оформление? В мобильном каком хорроре? Напишите, пожалуйста, помимо, естественно, Грэнни, что бы вы хотели добавить сюда, в Грэнни? Мне просто интересно. Какие украшения бы добавили? Понятное дело, что весь дом полностью переделать, наверное, смысла нет. Но я бы сделала Крисмас-мод. Мне кажется, это было бы очень-очень классным способом вернуть людей, понимаешь, в игру назад. Было бы очень круто. Было бы, если такой специальный мод. Допустим, вот тут мелкое украшение. Но если, как бы, ты хочешь, ты можешь поиграть прямо в новогодние. Там, знаете, музыка такая, хоррор Крисмас играет. Знаете, какие джиггл-беллс только с оттенками хоррора. Было бы очень круто, учитывая, что немного популярность игры уже спала, поэтому, мне кажется, стоило бы поработать и заморочиться. Возможно, он делает новую часть какую-то, мы не знаем. Я лично не знаю. Может быть, он занят чем-то. Разработчик на данный момент. Ну, в любом случае, пишите. Мне интересно ваше предложение, в какой игре хотели бы увидеть подобное. Пишите обязательно это в комментариях. Отдельное спасибо спонсорам канала. Мы с вами увидимся в других роликах. И пока. Пока.